Ну что, ребята, прошло время. Я хочу сделать отзыв о наушниках HOKO ES64 Sport. Во-первых, я подтверждаю, что они очень долго работают в автономке. Не знаю точно ли 30 часов, но 2,5 дня я их использовал и в хвост, и в гриву, как некоторые говорят. Из них 2 раза по 10 часов. 1 раз часов, наверное, 5-6. Ну, то есть, получается, да, близко к 30. И после этого только они сказали, что мы все. Но в процессе использования было замечено одно необычное их, ну, как сказать, то ли минус, то ли плюс. Я не знаю, короче, свойства, что ли. У нас на работе есть такой косяк. Мы периодически получаем статические удары от оборудования, которое работает с пластиком. Потому что пластик при трении очень сильно выделяет статику. Эти наушники просто рубанулись. Рубанулись в каком смысле? Синий диодик, говорящий о том, что связь с наушников, с вашим устройством установлена, мигал. Но наушники не реагировали на кнопку включения-выключения. Не говорили ни алло, ничего. И при этом единственное, что помогло их оживить, это я разобрал вот эту грушу. Благо, они все легко разборные. То есть, тихонечко так мизинчиком или там любым пальцем, ноготочком разделяете половинки. Вот. И начинается разборка. Я вскрыл наушники и просто у аккумулятора коротнул на мгновение плюс и минус на аккумуляторе. На масло масляное. Ну ладно. Короче, аккумулятору сделал коротыш и наушники ожили. Кстати, заметили, да, какой большой аккумулятор? До этого я пытался починить их с другой стороны, разбирая. Посмотрел, что и здесь все тоже легко добирается. Но коротнуть плюс и минус здесь было как-то стрёмно. Я мог зацепить что-нибудь еще. Я подумал, что лучше коротнуть именно аккумулятор, потому что тогда они хотя бы не крякнутся. Но, как вы видите, разбираются они легко со всех сторон. Поэтому для меня это оказалось как калашников. То есть, наушники, которые при коротыше легко разбираются, вы... Ой, при коротыше. При каком-то там дефекте. Вы их разбираете, делаете все, что вам нужно и собираете обратно. Антенна, кстати, хорошая. Дальность работы в лучших традициях лучше у меня не было. По связи со смартфоном, скажем так. Поэтому, на мой взгляд, наушники оказались просто обалденные. Особенно учитывая их стоимость. Да, у них нету AAC. У них нету Aptics. Или Optics. Хрен его знает, как его произносить. Или AptX. Но суть какая. У них плюс и минус. Вот этот рубильник, конечно, может со временем выйти из строя. Тут я соглашусь со многими, кто мне это писал. Но пока он работает. Но за 500 рублей, как я их урвал. Или даже за 650, как можно их найти в продаже, если постараться. Без бонусов, как я. Это офигенные наушники. То, что я сказал, что левый амбушюр в ухе плохо держится, лечится изменением самих амбушюров. То есть, вот эту амбушюрку я методом подбора перебирал. И нашел ту, которая в ухе у меня не падает. То есть, здесь нужна немножко нестандартная форма амбушюр. Родные из моего левого уха выпадали. В правом, кстати, держались. Поменяв их на, предположительно, соневские. Гарантировать не могу. Я добился того, что они в ушах держатся. Никуда не выпадают. И звук, в принципе, даже очень устраивает. Единственное, что басы, как таковые, я начинаю в них слышать только ближе к ночи. Что говорит о том, что у них немножечко задран низ. Кто не в курсе, утром мы, проспавшись или как-то выспавшись, слышим частоты немножечко шире диапазоном. Вот утром они мне кажутся нифига не басистыми. К вечеру они мне кажутся уже басистыми. То есть, для меня они на грани порога моего слуха по низким частотам. Для кого-то, может быть, они будут изначально басистые. Для кого-то, может быть, баса будет не хватать всегда. Всегда все наушники мы проверяем сами под себя. Ну и как некоторые подписчики моего канала могут заявить, что может помочь эквалайзер. Но это решайте сами. На мой взгляд, эквалайзер делает только хуже. Еще ни разу не видел, чтобы эквалайзер не повредил частоты. Когда вы сдвигаете ползунки, по-моему, вы сдвигаете вообще звук по частотам, и получается лажа. То есть, инструмент залезает на соседние для себя непривычные частоты. Вот лично, на мой взгляд, это не очень верно. Потому что, честно скажу, я многократно на разных устройствах пытался пользоваться эквалайзерами, и хорошего эффекта достигал только так, в кавычках. Потому что, если рассматривать именно звук по частотам, то получалось, что звук вроде как звучит круче, но куда-то не туда полезли все устройства. Короче, это был именно отзыв о наушниках. Потому что максимально все, что я мог, я рассказал в распаковке. Если кто ее не смотрел и посмотрели это видео первое, рекомендую. Я там показал, как они держатся, как они соединяются. Ну и так, по мелочам. Поэтому всем спасибо, всем пакета. HOKA ES64, на мой взгляд, очень хорошие наушники в дешевом сегменте. Если вам нужен не падающий по качеству звук, ну, то есть какой-то там высоконавороченный, типа AAC, Optics или еще более навороченные стандарты, это уже, конечно же, не к ним. Но как обычная рабочая лошадка с автономностью до 30 часов воспроизведения до 300 в ожидании, это просто во. Всем спасибо, как говорится. И тоже ставим такие пальцы, если вам это понравилось. Ну и если кому нужны наушники надолго, с хорошей автономностью, то это вот они. Еще раз говорю, помогает разборность. В случае чего можно разобрать все, что надо починить, собрать обратно. Калашников я маю. Всем пока.